Председатель областного избиркома Татьяна Лебедева провела сегодня брифинг по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании на должность губернатора. 10 сентября правом избрать главу региона смогут воспользоваться более полумиллиона новгородцев. Всего в области будет работать 539 избирательных участков. Обещают организовать и временные, в больницах и СИЗО. Нынешние выборы будут отличаться прежде всего тем, что проголосовать избиратели смогут не только по месту жительства, как это было ранее. Теперь сделать свой выбор можно по месту пребывания. Для этого необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию или МФЦ не ранее, чем за 45 суток до дня голосования и не позднее, чем за 5 дней. Порядок подачи заявления опубликован на сайте новгородского избиркома. Еще одним новшеством региональных выборов 2017 станет новая технология изготовления протокола. Новая технология изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. И на этом протоколе будет машиночитаемый код. Что позволяет применение данной технологии? Это прежде всего исключение человеческого фактора, то есть усталость членов участковой комиссии. Это поможет быстро, оперативно подготовить копии протоколов. И что не менее важно, что такой протокол будет автоматически считываться уже в территориальной избирательной комиссии и попадать в государственную автоматизированную систему Российской Федерации выборов. Напомним, что кандидатом на пост главы региона может стать человек, достигший 30 лет, и выдвинутый любой из 42 зарегистрированных в Новгородской области политических партий. Пока о намерении выдвинуть своих кандидатов заявили 7 отделений. Это «Единая Россия», «КПРФ», «Патриоты России», «Яблоко», «ЛДПР», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». Первым и единственным претендентом, представившим необходимые документы в избирком, на сегодняшний день является исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин. Желающих побороться за кресло главы региона ждут до 18 часов 4 июля.